И уже в эти выходные, 26 и 27 сентября, мы снова услышим Академический русский оркестр, но уже на пятом молодежном фестивале искусств «Этажи». В этом году, как всегда, фестиваль искусств принесет много интересного. Камерный поэтический концерт, акустический квартирник, мастер-классы, художественное пространство. В Белгород снова приедет известный хореограф Александр Могилев, и это еще далеко не все сюрпризы фестиваля «Этажи». Об этом как раз сегодня и поговорим с гостем такого дня, а заодно спросим, что нового преподнесет 54-й филармонический сезон, который стартует уже 1 октября, в Международный день музыки. Я думаю, что вы уже, наверное, догадались, что в нашей студии Светлана Баруха, директор Белгородской государственной филармонии. Светлана Юрьевна, мы рады вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Ну, расскажите, фестиваль «Этажи» уже пятый, мы, конечно, не могли не пробежаться по программе, уж больно она интересна. И любопытно, конечно, там очень много всего самого интересного. Скажите, что все-таки может являться вот гвоздем программы этого фестиваля, на что нужно обязательно пойти, вот на что бы вы непременно пошли? Мне придется посетить все, такова моя должность. А вот если бы вам была возможность не посещать, вот чтобы вы не оставили без внимания. Я обязательно схожу на мастер-класс театральной студии «Плейбэк». Это действительно очень интересно, психологический театр, который задает вопросы публике, а затем, получив ответы на свои вопросы, представляет в небольшом перформанс, в небольшом представлении, интерпретирует ваши ответы. Театр импровизации. Театр импровизации здесь и сейчас, и это очень интересно, потому что это позволяет на себя лично посмотреть со стороны. А нам иногда бывает очень полезно на себя посмотреть со стороны. Действительно. Конечно, обязательно нужно посетить концерты, потому что в первый день у нас концерт Big Band No Command под управлением Владимира Уварова. Будет прекрасная программа, замечательные гости. У нас будет замечательный саксофонист из оркестра Игоря Бутмана. И второй день в Folk Future, о котором вы уже говорили, Белгородский академический русский оркестр, будет работать совершенно молодежную программу. В этот раз они представят музыку к компьютерным играм. Даже так? Да. Русские народные инструменты, музыку к компьютерным играм? Да, музыку к компьютерным играм. И будет представлена она необычным образом, потому что с оркестром будут и скрипка, и классическая виолончель, и контрабас, и электроскрипка. То есть там будет и диджей, поэтому там будет микс, большой смешение жанров, стилей. И это нужно увидеть, потому что это новый подход, это то, что как раз и ищет молодежь на нашем фестивале. Удивительно. Традиционный вопрос, логичный вопрос. Вы хорошо проанонсировали. А билеты-то есть, Светлана Юрьевна? На сегодняшний день билеты еще есть, правда, не на все мероприятия. У Александра Могилева традиционно всегда у первого выкупаются все билеты на его мастер-класс. К сожалению, сюда я пока никого больше пригласить не могу. На все остальные мероприятия билеты еще есть. Можно прийти, купить их в кассе или онлайн, как это удобно молодежи. Как на целый день, так и на отдельные мероприятия. И в этом году нам помогает погода, поэтому мы гостей будем встречать уже на улице. Погода действительно радует. Светлана Юрьевна, скажите, в этом году фестиваль «Этажи» это пятый фестиваль. Еще в 2015 году как-то с трудом верилось в то, что вот так под одной крышей можно собрать представителей таких разных жанров и направлений. Расскажите, что фестивалю дали эти пять лет? Как он вырос и что ценного в опыте этих пяти лет развития вы бы выделили? Безусловно, фестиваль показал, что филармония может жить в самых разных направлениях и в самых разных видах искусств. И объединение разных видов искусств под крышей филармонии – это как раз новые взглядные возможности на виды деятельности самой филармонии. За эти годы у нас стали традиционными выставки художников, фотохудожников. Мы как-то раньше стеснялись показывать себя как выставочный зал, а теперь у нас на каждом этаже есть своя отдельная выставка, с которой могут познакомиться не только посетители фестиваля «Этажи», но и в другие будущие дни прийти и увидеть эти выставки. Мы стали свободнее относиться к понятию «академическая музыка». Не вольно, не безрассудно, а несколько свободнее, понимая, что с академической музыкой молодежь можно знакомить тем языком, который понятен молодежи. И вот это дал, по большому счету, фестиваль «Этажи». И, конечно, вы знаете, что из этого фестиваля выросли и «Симфорок», и «Фолкфьюча», которые получили свое развитие уже в дальнейшем. Фестиваль действительно уникальный и очень интересный. Вот по опыту посещения прошлых фестивалей, действительно, на это стоит идти. Это, безусловно, очень интересно. Светлана Юрьевна, ну, все-таки ваше присутствие в нашей студии сегодня обусловлено и еще одним событием. 1 октября, Международный день музыки и Белгородская государственная филармония открывает свой 54-й концертный сезон. Вот расскажите, чем в новом сезоне вы будете радовать зрителей? Я думаю, что мы уже начали потихонечку радовать, да? Да, конечно, не только имена, вот уже даже Мочелова и Цыганкова, чего стоили. 1 октября мы открываем сезон концертом симфонического оркестра по традиции и приедет член Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации, заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Мечетина, которая исполнит Рахманинова и Шопена на новом рояле. Ах, это как раз тот новый стейн-вей, который появился у вас в филармонии. Да, совершенно верно, поэтому мы будем удивлять наших слушателей в этом году новым стейн-вейом. Это первое, чем вы знаете, что он приобретен в рамках социального партнерства правительства Белгородской области и Металлоинвеста, за что большое спасибо. Конечно, мы ждем, естественно, на новый рояль мы ждем и блистательных пианистов, и Андрея Коровейникова, и Николая Луганского. Конечно, приедут хорошо уже известные и любимые имена скрипачей Никита Бориса Глебский. Мы постараемся всю программу насытить очень интересными именами, но в этом году, по крайней мере в 2020 году, именами отечественными. К сожалению, у нас были запланированы, но не смогут уже к нам приехать наши иностранные партнеры в связи с пандемией, которая сейчас в мире. Некоторые границы закрываются, и мы уже сейчас понимаем, что не все из тех, кто хотел к нам приехать, приехать смогут. Но, тем не менее, отечественные, конечно, это все равно будет очень интересно. Окупят вот этот легкий вакуум от иностранных исполнителей. Расскажите, а сохранится ли в этом сезоне абонементная система, и сможете ли вы чем-нибудь порадовать своих маленьких зрителей? Конечно, абонементную систему мы принципиально сохранили. И я сразу хочу поблагодарить всех тех наших слушателей, кто в марте месяце не стал сдавать билеты, а дождался концертов, перенесенных на сентябрь, октябрь. Мы стараемся сейчас наверстать эти концерты, следите за нашей афишей, приходите со своими билетами прошлого года. Мы продолжаем сейчас реализовывать абонементы. У нас появились новые абонементы, очень интересные абонементы, связанные с именем Бетховена, у которого юбилей в этом году. Это абонемент номер 19, эпоха Бетховена. Можно сходить, познакомиться поближе, углубиться в музыку Бетховена. У нас появился очень интересный абонемент в сотрудничестве, в содружестве с региональным отделением Союза композиторов. В этом году юбилей отмечает Юрий Мишин, наш белгородский композитор. И поэтому один из абонементов мы посвятили полностью его творчеству. Вот первый концерт уже в сентябре прошел. У нас появился детский абонемент, долгожданный. И называется он «Тайна белгородского органа». Поэтому теперь родители с детьми могут в дневное время приобрести билеты и прийти в дневное время в гости к Тимуру Халиулину и поближе познакомиться с замечательным музыкальным инструментом. Мы увидели за годы работы... Берем на карандаш. Очень интересно. Мы родители с удовольствием это делаем. Тимур очень хорошо работает со школьниками, с детьми. Он умеет говорить. У него глаза горят, когда он рассказывает о своем любимом инструменте. И, к слову сказать, мы стараемся выполнять все предъявляемые сегодня требования по социальному дистанцированию. Мы просим слушателей соблюдать масочный режим, обрабатывать руки. И мы надеемся, что посещение филармонии людям принесет только радость. Безусловно, я как большой любитель походов в филармонию это точно могу сказать. Но вот вы действительно упомянули изменения, которые коснулись филармонии в связи с пандемией. Пандемия повлияла на нас, на всех, на работников культуры очень сильно, безусловно. Но вот скажите, в связи с изоляцией, как-то произошло развитие онлайновой работы филармонии? Какие выводы вы успели сделать? И планируете ли вы какие-то виртуальные проекты, расширение может быть этих проектов для тех, кто не сможет физически приехать в Белгород, далеко живет, например? Да, мы постарались в период ограничений, когда не было возможности работать в зале, представить нашим слушателям то, что было в архивах филармонии. Затем, когда нам позволили выйти в залы без зрителей, мы продолжили играть концерты онлайн, делать трансляции наших концертов. Какие-то более удачные, какие-то менее удачные получались. То есть мы видим наше техническое несовершенство и, конечно, понимаем, как надо двигаться дальше с точки зрения оснащения филармонии и какие подходы использовать к тому, чтобы трансляция была на том же высоком уровне, что и присутствие в зале. И, конечно, появились новые проекты. Вот в частности, в юбилейный год Бетховена, к 250-летию Людвига Ивана Бетховена, наш дирижер Дмитрий Филатов вместе с симфоническим оркестром поставил перед собой задачу сыграть все симфонии Бетховена. Часть мы уже исполнили онлайн, так что впереди будут еще завершения этого проекта. Мы исполним симфонии Бетховена, постараемся все, не будем загадывать, удастся ли все, но постараемся максимально выполнить эту задачу. Поэтому онлайн-трансляции не отменяются, они будут. И мы, конечно, рады, чтобы наши слушатели, зрители смотрели нас и дома, но больше всего мы любим видеть глаза зрителей в нашем зале. Безусловно, мы будем стараться приходить в филармонию. Я думаю, что я сейчас говорю не только за себя, но и за многих-многих белгородцев. Светлана Юрьевна, спасибо, что вы сегодня пришли к нам в студию. Мы, конечно же, с нетерпением ждем открытия 54-го концертного сезона Белгородской государственной филармонии. Осталось только 23 билета. 23 билета, дорогие друзья, на 1 октября. Поэтому в эти выходные мы идем на фестиваль «Этажи» 1 октября. Открытие 54-го филармонического сезона. Ну и напоминаем, что билеты на предстоящие концерты и фестивали можно приобрести на сайте Белгородской государственной филармонии, на портале «Культурный регион». Адреса вы видите прямо сейчас на экранах, а также на других официальных российских интернет-площадках. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...